Студенты – самая активная категория населения. Активное и любопытное они осваивают киберпространство, как правило, в числе первых и особенно тщательно. Но большое виртуальное поле – это не только бесконечное количество позитивных возможностей, но и такое же количество опасностей. Предостеречь молодежь от попадания в руки мошенников, а также не дать им самим встать на преступный путь – важная задача. Основная цель – просто довести до сведения студентов, что все то, что незаконно, оно в принципе наказуемо. И можно найти более легкий путь, легальный, для того, чтобы не попасться в определенные правовые рамки, и они могли спокойно себя чувствовать. Ну, это, так скажем, одна из основных, а вторая цель все-таки – студентам говорить, что это в настоящее время информационные технологии позволяют совершить очень многое, и даже непозволительного. И имеют огромнейший ресурс за собой, который скрывается, и который надо его предупреждать. Значительное количество тех, так называемых, жертв составляют безработные люди, скажем так, рабочие, ну, рабочих специальностей. Ну, и отчасти достаточно много именно студентов различных учреждений образования, и высших, и средних, и среднеспециальных. Поэтому, ну, наверное, потому что технический университет, да, поэтому мы и преследуем эти две цели. Это профилактика того, как не стать жертвой преступления, и, соответственно, как не стать тем самым преступником. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов. Они рассказали участникам об опасностях киберпространства, противодействии кибертерроризму, социально-экономических последствиях преступлений в сфере информационных технологий. К слову, несмотря на то, что происходят они в виртуальном мире, наказания могут быть вполне реальные – от штрафов до лишения свободы. За совершение противоправных деяний в сфере высоких технологий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная предусмотрена, ну, всего лишь, в общем-то, за несанкционированный доступ к компьютерной информации. В то же время есть уголовная ответственность за и хищение с использованием компьютерной техники, и за совершение преступлений против информационной безопасности. Максимальные санкции предполагают лишение свободы. По статье 212, ч. 4, это 15 лет лишения свободы. Доклады к круглому столу подготовили и представители подрастающего поколения. У молодежи есть свои идеи и мысли о том, как нужно и можно бороться с киберпреступностью. Тема моего доклада является «Социально-экономические проблемы киберпреступности». Я бы решила принять счастье в данной конференции, потому что я сама учусь на программиста, и для меня вот все эти киберпреступления – это достаточно актуальная тема. Есть много разных видов киберпреступности, от кражи личных данных до просмотра пиратских копий фильма, и с этим очень сложно бороться. Первое на первое, конечно же, стоит покупать лицензионные продукты. Но это уже проблема самих корпораций. И просмотр фильмов тоже, как бы сходите в кино, покупать лицензионные DVD-диски. Конечно, на нас это как-то вот именно вот это вот не совсем отражается, не очень отражается, но компания в это среда очень много денег. Люди воруют личные данные, то есть это тоже надо очень внимательно смотреть, куда ты вводишь свои данные, кому ты их даешь, зачем вообще. Очень много мошенников в интернете, поэтому тут уже все зависит от бдительности людей, от их внимания.